Учителя, энергетики, полицейские и даже водители трамваев вышли сегодня на лыжню в парке культуры поселка ГЭС. Зимние соревнования посвятили столетию со дня рождения Евгения Батанчука, главного строителя Камского автомобильного завода из современных набережных Челнов. В забеге приняли участие более десятка команд. На состязаниях выставили предприятия Комсомольского района города. Кто пересек финиш первым, узнал наш корреспондент Евгений Лушницкий. На трассе никаких ограничений. Бежали и школьники, и ветераны энергетики. Самому младшему участнику нет и 15, и старшему за 60. В одном забеге ученики школ соревнуются вместе со своими учителями. Мы в свободное время тоже с детьми выходим сюда в этот парк, закатаемся. Правила забега предельно просты. На километровой дистанции соревнуются команды по 4 человека. Стартовавшие первыми, проехав круг по парку, передают эстафету коллегам и друзьям. Большие соревнования сегодняшняя лыжня напоминала лишь удаленно. Хотя участники по мере возможности, конечно, бились как за олимпийское золото. Потому что как здесь, так и на Олимпиаде играет одно простое правило. Промчаться можно километр, но проиграть буквально сантиметры. Лыжная гонка в честь Евгения Батанчука проводится уже в четвертый раз. И все это время первую ступень педестала удерживают энергетики. Традиционно всегда побеждают команды Нижнекамская ГЭС, которые были первыми на предыдущих соревнованиях. Хорошо подготовлена команда электротранспортников города. И вот сегодня впервые выставили команду сотрудники управления внутренних дел комсомольского района. Гаймир Газидинов, специалист Нижнекамской ГЭС, лыжным спортом занимается 16 лет. Говорит, что забег, хоть и любительский, но готовиться к этой гонке приходится как к серьезному состязанию. Если начальство на работе сказало «надо», значит «надо». Парафины, ускорители. Как на Олимпиаде? Часа два надо готовить. То есть серьезно подошли, да? Да, серьезно. Лучшее время сегодня показала команда полиции комсомольского района. Вторыми к финишу пришли работники Нижнекамской ГЭС. Бронза досталась коллективу электротранспорта. Лучший личный результат показал Гаймир Газидинов. И победители, и проигравшие участники после гонки признались, что встали на лыжи не ради кубков и медалей. Главный приз, который они получили – это отличное настроение. Евгений Лушницкий, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережная Челны.